Вот оно, заветное удостоверение кандидатов в депутаты Госдумы. Путь к нему, по словам Владимира Попова, оказался тотальным трудом. Когда мы там, допустим, приходят наши собиратели подписей к человеку, ну так вот все нормально, там фамилия, имя, отчество, все записывает, там он своей рукой все пишет. А когда касается паспорта, многие отказывались. И вот с этим проблема. То есть это связано с большим потоком мошеннических всяких схем. Люди просто боялись давать паспорта. Тем не менее, самовыдвиженцу удалось таки собрать в целом больше 25 тысяч подписей по округу. При пороге в 14 тысяч 900 автографов Попов предоставил в избирком края 15 тысяч 400 в свою поддержку. Запас понадобился на случай обнаружения брака в предоставленных списках. Если бы он превысил 5 процентов, то о регистрации пришлось бы забыть. К слову, непростую процедуру со сбором подписей не одолел ни один из четырех других самовыдвиженцев. Впрочем, наряду с Поповым за кресло в Госдуму поборются и представители партии. Мария Прусакова, КПРФ, Евгений Астаховский, Родина, Владислав Бакаев, Новые люди, Виктор Дворников, партия пенсионеров за социальную справедливость, Андрей Крылов, партия Яблоко, Елена Курносова, коммунисты России, Сергей Струченко, Единая Россия, Людмила Суслова, Справедливая Россия за правду, Павел Чеснов, Российская партия свободы и справедливости, Ирина Шудра, ЛДПР. Напомню, выборы в Госдуму состоятся с 17 по 19 сентября. В Алтайском крае в эти дни пройдут также выборы в региональный парламент. Анара Шагирова, Александр Лизратов, День с толком.